В эфире программа «События» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Трагедия в Самаре. В одной из квартир на Советской мёртвой найдена целая семья. 50 лет на благо Самарской области АвтоВАЗ отмечает юбилей. Под покровом ночи в Самаре продолжается ремонт дороги на Революционной. Право на компенсацию. Пенсионерам будут возвращать деньги, потраченные на взносы за капремонт. Старинное ремесло от самарских рукодельниц. В областной столице открылась выставка изделий из гипюра. И начинаем наш выпуск с трагической новости. В доме на улице Советской в одной из квартир найдены тела четырёх человек. Это семья. 34-летний мужчина, 42-летняя женщина и дети. Девочка двух с половиной лет и пятилетний мальчик с признаками насильственной смерти, множественными колотерезными ранениями. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Назначены первоначальные судебно-медицинские и криминалистические экспертизы. Пока следователи крайне осторожны в версиях. Но учитывая тот факт, что окна и входная дверь в квартиру были закрыты изнутри, предположительно, расправу над семьёй мог совершить отец. То есть, получается, он причинал телесные повреждения своим детям и также женщине. После чего покончил жизнь самоубийством. Сейчас в настоящее время работает следственная группа на месте происшествия. Устанавливает все до конца обстоятельства совершённого преступления. Кроме того, рядом с домом был найден грудной ребёнок. Предположительно, мать успела выбросить его в окно. Но мы будем следить за расследованием этой резонансной истории. Эксклюзивные комментарии очевидцев трагедии уже в наших следующих выпусках. Госавтоинспекция разыскивает водителя насмерть сбившего пешехода в посёлке Мехзавод. ДТП произошло 27 июня около трёх часов дня. Женщина-водитель автомобиля «Шевроле Хланнес» с госномером У-917ОТ-163 регион ехала задним ходом по парковке и наехала на пожилого мужчину, который умер от полученных травм. Главное следственное управление по Самарской области и ГИБДД просят откликнуться очевидцев этого происшествия, а также родственников погибшего Каргаева Ивана Николаевича 1932 года рождения. Информацию просят сообщать по телефону 02 или 278-10-14. Уже более половины самарских дорог, которые должны были отремонтировать в этом году, приведены в порядок. В таком важном деле контроль за работой крайне важен и осуществляется даже ночью. На улице Революционной восстановление дорожного полотна. В самом разгаре среди проверяющих были и наши корреспонденты. На улице Революционной работы ведутся круглосуточно. Жители соседних домов к шуму техники во время дорожного ремонта относятся с терпением и пониманием. Раньше этот участок дороги вызывал нарекания и у ГИБДД, и у простых водителей. Зачастую проехать здесь без последствий было невозможно. Я сама неоднократно прокалывал колесо два раза весь по весне. Сейчас надеюсь, что эти проблемы уйдут. Мы прям-таки очень рады. Устранением проблем на этом участке занимается немалое количество техники. Асфальт-укладчик, три катка, комбинированная дорожная машина и гудронатор. Работы ведутся качественно. Подрядчики укладываются в установленные сроки. Все выполняется добросовестно, заявляет представитель контролирующей организации. Сейчас контролируем температуру асфальта, укладываем асфальтобетонные смеси, контролируем очистку поверхности, также розлив вяжущего, контролируем количество техники на объекте. То есть все по нормам, нарушений не обнаружено. В этом году в целом по Самаре выполнено уже больше половины намеченных работ. Выбор участка для ремонта не случайен. Администрация города в первую очередь принимает во внимание обращение общественности, которая занимает активную позицию и не понаслышке знает о качестве дорог в городе. Администрация городского округа Самара прислушивается как к обращениям граждан, так и органов ГИБДД и прокуратуры, в связи с чем было принято решение главы городского округа Самара о выполнении работ по ремонту данного объекта. На революционной обновят 35 тысяч квадратных метров дорожного покрытия на участке от Гая до Аэродромной. Проехать по обновленной дороге и не переживать за состояние своих колес самарцы смогут скоро. Работы планируют завершить 28 июля. Марина Кравцова, Андрей Горгуленко, Максим Гусев, События. В Самарской области научились делать качественный асфальт. Один из заводов, производящий такое дорожное покрытие, находится в поселке Зеленовка. Это между Самарой и Тольятти на трассе М5. Такое расположение не случайно. Асфальт – продукт скоропортящийся. Закатать его нужно тепленьким. Поэтому достройки не должно быть более сотни километров. А федеральная трасса регулярно ремонтируется. В секретах производства качественного асфальта разбирался Сергей Кизоркин. Зеленовский асфальтовый завод вот уже третий год выпускает продукт, отвечающий всем современным стандартам качества. Производство стало дороже, зато предприятие экономит во время гарантийного срока дороги. Ремонтировать ее вообще не приходится. Самое последнее – это наше приобретение. И, как я считаю, очень помогает для продолжительного эксплуатации асфальтобетонного покрытия, качественного, долговечного – это установка для производства ПБВ. ПБВ – это агрегат по производству улучшенного битума. Сырье привозят с двух нефтеперерабатывающих заводов Самарской области – Новокуйбышевского и Сызранского. Потом в битум добавляют специальный порошок, и он резко изменяет не только свои свойства, но и качество асфальта. Именно его укатывают верхним слоем на дороге первой категории, такие как Московское шоссе и Новосадовое. Новая история завода началась три года назад, когда из Италии привезли установку. За это время выпустили 6 тысяч тонн улучшенного битума для асфальта и 4 тысячи тонн специальной эмульсии типа клея для строительства самой дороги. Работать с эмульсией можно в любых погодных условиях. То есть она не боится дождя. Во-вторых, из-за того, что она быстро распадающаяся, происходит более плотный и более жесткий контакт с укладываемым полотном асфальта. То есть полотно лучше прилегает к дороге. Ну и если брать третий аспект, немаловажный, она экономичнее, поскольку в ее составе только 50% битума. В Самарской области порядка 20 асфальтовых заводов. Все они мобильны, то есть их можно по необходимости поставить в любом месте, где ведется строительство дороги. На демонтаж оборудования уходит неделя, на запуск установок – две. Каждая строительная компания имеет как минимум два таких завода в собственности. Нельзя бесконечно далеко вести асфальт и бетон, потому что асфальт и бетон всегда перевозятся, вернее, асфальт и бетонные смеси перевозятся в нагретом состоянии. Ее нужно доставить к объекту с температурой, желательно как можно ближе к температуре выпуска с завода, а это 150-160 градусов. По мере увеличения дальности воски, качество, естественно, конечно, очень сложно поддерживать стабильным. Могут возникать в последующем при эксплуатации дефекты на покрытии, вот из-за как раз локальных таких остывших участков. Модернизированные заводы выпускают асфальт, который по стойкости вдвое превосходит материал, выпускаемый в прошлые годы. Кроме того, ездить по нему комфортнее, шума от колес меньше, тормозной путь сокращается в несколько раз. А это значит, что дороги все больше приближаются к европейским стандартам. Сергей Кизоркин, Инга Пеннер, Алексей Золотенков. События. Самарскую область сегодня отмечает юбилей исторического масштаба. Ровно 50 лет назад было принято решение о строительстве в Тольятти Волжского автозавода. А через 4 года у страны появился первый народный автомобиль. Начавшиеся сегодня торжества тоже будут продолжаться 4 года. Сегодня в Тольятти работала наша съемочная группа. Репортаж Олега Зверева. Это событие по праву можно включить в топ-10 самых выдающихся свершений 20 века. 50 лет назад началась реализация самого амбициозного проекта в истории отечественного автопрома. Стране нужен был народный автомобиль, и она его получила. Столь же масштабным будет и празднование полувекового юбилея Волжского автозавода. В ближайшие годы все значимые события в Тольятти будут приурочены к юбилею. И, наверное, надолго запомнится и то, что тоже 20 июля в области был открыт первый физкультурно-оздравительный комплекс типа «Тройка». Символический ключ тольяттинцам вручил губернатор Николай Меркушкин. Самое главное, конечно, для молодых людей, чтобы было чем заняться, увлечься настоящим спортом, большим спортом. И, может быть, не всем удастся достичь самых высоких биржей, но то, что вы укрепите свой характер, здоровье. Глава региона осмотрел новый объект. По замыслу этот центр способен принимать соревнования международного уровня. Впрочем, не обошлось и без замечаний. Недочеты строители пообещали устранить в ближайшее время. Тем не менее, юные спортсмены уже строят планы с появлением этого дворца. В них появилась надежда на успешную карьеру в большом спорте. Цель моя – мастер спорта. Тренируемся мы каждый день по два раза. Замечательный комплекс построим. Это поможет развитию плавания в нашем городе. За праздничным столом более тысячи человек. Судьба каждого так или иначе связана с автопромом. Поздравления звучат на высшем государственном уровне. Телеграмму в адрес коллектива направил президент страны Владимир Путин. В общей сложности это сотни тысяч человек. Это историческое событие для всей нашей страны. И я не побоюсь сказать, что это было в определенной мере очень важным событием для всего мира. На этой земле, Тольяттинске, был построен завод самый крупный в мире. Мы стали тогда выпускать автомобили, которые другими сделали наших людей. Сегодня ветеранам снова вручают награды. Василий Михайлович Малыхин – герой социалистического труда. Теперь рядом с золотой звездой Серпы Молот – почетный знак Куйбышев запасная столица. Плюс почетная грамота губернатора. Мы как дети, маленькие, бегали, радовались с других участков поглядеть, посмотреть уже на выпущенный автомобиль. А он был в конце, там конвейер большой, в конце уже выпущенный. Потрогать – это была радость. Сегодня «АвтоВАЗ» строит не менее масштабные планы, чем 50 лет назад. О новых моделях завода говорят как о втором рождении предприятия. В будущем успех компании будет зависеть от новых моделей, таких как «Лада Веста» и «Лада Икс Рей». «Лада Веста» уже занимает на российском рынке пятое место среди самых продаваемых автомобилей. А «Лада Икс Рей» – 17-ю позицию. И сегодня мы работаем над новыми проектами и продуктами, которые принесут нам успех в будущем. Торжества, которые начались сегодня, продолжатся 4 года. Все это время будут проводиться юбилейные мероприятия. А в 2020 году исполнится 50 лет с того момента, как с конвейера Волжского автозавода сошел первый автомобиль – ВАЗ-2101. Первый народный автомобиль России. Олег Зверев, Константин Головин. События. В Самаре скоро появится дом-музей имени Ильдара Рязанова. И сквер, где установят памятник режиссеру. Чтобы видеть концепцию, разработанную самарскими архитекторами, в наш город приехала вдова Ильдара Александровича Эмма Абайдулина. Мария Номерная готова рассказать о детали встречи. Только что завершилась дружеская встреча главы Самары Олега Фурсова и вдовы знаменитого режиссера Ильдара Рязанова. На встрече также присутствовали представители департамента культуры, друзья Ильдара Александровича, скульпторы и архитекторы. Обсуждали открытие музея имени народного артиста в доме, в котором он жил первый год жизни, и реконструкцию прилегающего сквера, в котором расположится скульптурная композиция. В ходе беседы говорили и о том, что музей и сквер должны быть с изюминкой, а самарцы даже смогут принести в качестве экспонатов музея вещи, связанные с Рязановым или его эпохой. Сейчас вопрос находится в разработке. Точного видения, каким будет пространство, пока нет. Но ко дню рождения Ильдара Рязанова место должно преобразиться. В любом случае здесь должно быть уютно и по-домашнему, чтобы атмосферу рязановских фильмов мог почувствовать любой желающий. На доме номер 120 по улице Фрунзе также установят мемориальную доску, которая будет выглядеть как старый советский телевизор с экраном и переключателем. Идею оценила вдова режиссера. Я могу сказать только одно, что Ильдар Александрович очень любил Самару. Это был самый любимый его город. Я вот сейчас сказала на нашей встрече, что Ильдар Александрович, ну на первом месте была Самара, на втором Петербург, на третьем Париж, а на четвертом Москва. Вот такая была любовь. Поэтому я не могу сказать, что я удивилась, когда получила это приглашение и предложение, поняла, что уже работа началась над созданием дома-музея. Я безмерно благодарна, и не только я, но и все люди, которые любят Ильдар Александрович, они все благодарят вас, ваш город, ваше руководство, всех наших друзей, потому что я думаю и надеюсь, и почти уверена, что первый или музей, или дом-музей, как уж будет назван, я не знаю, Ильдар Александрович, конечно, откроется в Самаре. Поле 400 миллионов рублей в этом году выделено из областного бюджета на подготовку к зиме. Как ведутся работы в муниципалитетах, обсудили на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области. Крупнейшие предприятия уже активно ведут работу. До начала отопительного сезона должны заменить аварийные участки теплотрассы, обновить оборудование котельных. За работой основных объектов теплоэнергетики следят специалисты Ростехнадзора. Уже проверили 11 организаций, выявили 179 нарушений, виновные и привлеченные к административной ответственности. Готовность теплосетей в Самаре на сегодня почти 40%. Работы ведутся на 15 адресах. 4 тысячи дополнительно перекладок, из них две по нашей просьбе, которые касаются ремонта дорог, чтобы мы в этом году не сделали трассу, потому что на следующий год дороги в ремонте стоят. Поэтому пока проблем нет. Раскрутили работу с тепловыми сетями, работа по выходным дням как наиболее эффективная, потому что практически можно работать спокойно. Те, кому за 70 имеют право на компенсацию, речь идет о собственниках жилья в многоквартирных домах, которые ежемесячно платят взносы за капитальный ремонт. Так, согласно федеральному закону, с 1 января этого года получить компенсацию в 50% смогут граждане, достигшие возраста 70 лет. Тем, кому исполнилось 80, могут рассчитывать на стопроцентную выплату. Раньше этим правом обладали лишь инвалиды. Но есть небольшой нюанс. Сумма компенсации рассчитывается исходя из регионального стандарта нормативной жилплощади. «Оплачиваться будет процент от норматива. Например, одинокопроживающий пенсионер занимает 56 квадратных метров. И он платит взнос на капитальный ремонт, исходя из 56 квадратных метров. А вот компенсация за этот взнос будет производиться только за 33 квадратных метра, которые он занимает». Право получать компенсацию у вышеперечисленных категорий граждан есть с 1 января 2016 года. Тем, кто только подает документы, обещают сделать перерасчет. Чтобы получать денежную выплату, необходимо обратиться в Управление соцзащиты по месту жительства с паспортом, документом, подтверждающим право собственности на жилье и трудовой книжкой с отметкой об увольнении с работы. Планируется, что данной услугой в Самарской области будут пользоваться порядка 150 тысяч жителей. Идеальный ремонт по Самарски. Все чаще Союз активных жильцов дома и управляющие компании приносят свои плоды. Чистый подъезд, новая электропроводка, благоустройство при домовой территории, как из обычного многоквартирного дома сделать дом мечты, расскажет Юлия Черняева. «Один в поле не воин», – заявляет Вера Ткачева, и с ней согласны жильцы дома 119А по улице Гагарина. Энергичный председатель Совета многоквартирного дома и газоном занимается, и соседям помогает, и держит тесную связь с управляющей компанией. Ремонт подъезда Вера Петровна контролировала лично. «Я даже написала благодарственное письмо рабочим, кто здесь проводил текущий ремонт. Они очень так активно, доброжелательно, по-доброму отнеслись ко всем моим замечаниям. У нас подъезд был в безобразном состоянии. У нас лет, наверное, 10. Мы не красили, не белили, ничего не делали. Стены были как это, я не знаю, сказать даже словно подберешь, а сейчас красиво. И выбрали фисташковый цвет, очень модный». Цвет стен выбирали всем подъездом. Колебались между персиковым, сиреневым и фисташковым. В итоге на голосовании победил нежно-зеленый. В доме уже поселились новые почтовые ящики, камера видеонаблюдения и цветы в горшках на этажных пролетах. «Чтобы в подъезде было хорошо, чтобы в нашем доме людям жилось очень нормально». «У нас очень хорошая старшая по дому, Вера Петровна Токовчева. Вот она все это устроила, поливает, все занимается, все вот домом занимается. Молодец, дай Бог ей здоровья». Успех такого идеального ремонта – это не только активная деятельность общественников дома, но и внимательность управляющей компании, желание сотрудничать с жильцами и быстро реагировать на просьбы. Прозрачность работы и реальные результаты – то, к чему следует стремиться. «Всегда нужно помнить, что дом – это крепость, в доме должен быть хозяин. Лучше у хозяина, чем совет МКД, быть не может. Любая управляющая компания, как бы она ни была хороша, без активных жителей, никогда не выполнить всех требований, всех пожеланий, потому как жильец, который проживает в доме, он лучше знает, что ему хотелось бы, как это должно выглядеть и в какие сроки должно быть выполнено». В планах у старшей по дому ремонт крыльца и дальнейшее благоустройство двора. Козырек уже укрепили, пандус установили. Разметку для парковки сделали, а там уже можно будет задуматься и о капитальном ремонте дома. Советы многоквартирных домов существуют практически в каждом доме города. Это результат активной работы администрации Самары. Юлия Черняева, Максим Гусев. События. А теперь коротко о других темах дня. С начала года резко выросло количество ДТП с участием детей. Из полутора тысяч происшествий в каждом пятом пострадал ребенок. Всего 233 несовершеннолетних получили травмы. В 100 случаев дети не находились в специальном кресле. В еще сотне ДТП пострадали дети-пешеходы. Здесь рост составил 23% по сравнению с прошлым годом. Еще около 20 аварий с участием детей-велосипедистов. Согласно статистике, самыми аварийными признаны Кенель-Черкасский, Безенчукский и Волжские районы, Чапаевск, Жигулевск, Отрадный, Новокубышевск. С 21 июля по 1 сентября в связи с реконструкцией Московского шоссе будет закрыто движение на участке от улицы Бубнова до Ташкентской. Временно будет запрещена парковка транспортных средств на участках в границах этих улиц. Изменится схема движения общественного транспорта. Ее можно уточнить на сайте городской администрации. Областное министерство труда на период аномальной жары подготовило рекомендации работодателя. Необходимо обеспечивать в помещениях кондиционирование и вентиляцию. При работах, связанных с использованием спецодежды из воздуха и влагонепроницаемых материалов, необходимо обеспечение медицинского контроля в течение всей смены. Один из способов уменьшения риска для здоровья работников – сократить рабочее время. В этом случае Минтруд допускает и уменьшение оплаты труда, но не более чем на треть тарифной ставки или оклада, рассчитанной пропорционально времени простоя. Кроме того, рекомендовано предоставление по соглашению сторон краткосрочных оплачиваемых отпусков вне графика. Второе дыхание старинного ремесла. В Самаре с помощью выставки решили возродить давний вид рукоделия – филей ноги, пёрную вышивку. Мастерицы, хоть их и немного, еще могут научить желающих создавать красоту своими руками. Как из ниток и иголки получается произведение искусства увидела Марьяна Мирная. Как рыбак плетет рыболовную сеть, так мастерица Лидия Карпеева плетет основу для вышивки. На выставку, посвященную 110-летию, основательница этого старинного ремесла Надежде Тазовой и ее ученицы показывают свои работы. Им нет аналогов, узоры уникальны и никогда не повторяются. Надежда Тазова навыки кружевоплетения получила от матери, послушницы женского монастыря. И затем сама научила ремеслу сотни женщин. Замысловатые строчки, цвета и фактура превращают обычные мотки ниток в произведения искусства, которым можно пользоваться. Скатерти, салфетки, жилетки, палантина и понча. Волшебным рукам мастериц подвластно все. Я не повторяюсь, я сама изображаю, я сама рисуюсь, я художник скрытый, а потом я и соломками занимаюсь, я чем только не занимаюсь. Здесь предметов, у меня вся квартира в этих, я ни одной не сняла, ни с одной стены, и Пушкина, и все, а Пушкина у меня пытались даже купить китайцы, корейцы, японцы. Была какая-то, нет, она не подходит, говорит, мы так его любим, я говорю, а я так как люблю. По легенде, такую вышивку в Россию привез еще Петр Первый из Голландии, чтобы девицам было чем заняться долгими вечерами. Мастерство передавалось из поколения в поколение. Все изделия хранят тепло, рук, кружевниц, которые порой не один месяц трудятся над созданием очередного шедевра. В какой-то мере забываешь обо всем, потому что думаешь, вот когда рисунки, рисунки же все вот создаются из головы, ниоткуда не беру ничего, поэтому забываешь обо всем, все только вот, что как здесь, вот как здесь нарисовать, что здесь нарисовать, что здесь воспроизвести. Филейно-гипюрная вышивка – весомый пласт культурного наследия Самарского края, хотя сейчас мало кто им владеет. Выставка изделий в ЦРК «Художественный» будет работать каждый день до 21 августа. Вход для посетителей свободный. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. Далее новости спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Буцы и гетро вместо пиджаков и галстуков представители районных администраций вышли на поле выяснить, кто обладает самым высоким уровнем футбольного мастерства. В рамках фестиваля «Футбол в сердце Самары» стартовал Кубок исполнительной власти. По словам организаторов, популяризировать футбол надо не только среди молодежи, но и среди старшего поколения. А кому, как не представителям администрации, подавать пример другим жителям города? Эта идея принадлежит руководителю департамента спорта города Самара Виктору Виаминовичу Ольховскому. Именно он решил объединить районы, собрать команды и провести такой турнир для того, чтобы выяснить, кто и в каком районе лучше всего играет в футбол. Два дивизиона по пять команд в первый игровой день выявляли сильнейшие в группе «А». По жребию это были представители Куйбышевского, Железнодорожного, Красноглинского, Советского и Кировского районов. Состав администрации достаточно спортивный. Неоднократно участвовали во многих соревнованиях и по хоккею, и по футболу. Есть определенный результат не только у сотрудников, но и у жителей Кировского района. Поэтому надеемся все-таки на победу сегодня. В группе определились две команды, которые вышли в полуфинал турнира. Это представители Советского района, не проигравшие ни одного матча, и команда Железнодорожного, уступившая только победителям. Соперниками в полуфинале окажутся две лучшие команды группы «Б». Это администрация городского округа Самара, Октябрьского, Ленинского, Самарского и промышленного районов. Обладатель Кубка исполнительной власти определится в пятницу, 22 июля. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА